Добрый день, дорогие коллеги! Я очень рада, что меня пригласили на это заседание. И я хочу показать вам, как все начиналось, как все это случилось. И свой доклад хочу начать с цитаты из знаменитой песни. «Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь». Кто догадался, откуда это? Это Макаревич. Следующий слайд, пожалуйста. И действительно, как все начиналось? Начиналось все... Следующий слайд. А, у меня, да? Да, вот на этом лежишь. Действительно, все начиналось в 1997 году, когда я подошла к Надежде Федоровне и сказала, Надежда Федоровна, внизу на третьем этаже в конференц-зале идет большая онкологическая конференция. Почему же наши сестры никак не принимают участие в этой конференции? Нам очень обидно то, что мы как бы находимся за бортом этого большого движения. И хотелось бы, чтобы действительно и наши сестры приняли какое-то участие и приняли участие в заседаниях, в дискуссии, в обсуждении новых тем. И мы на основе, на базе нашего отделения химиотерапии, где я работала, мы решили организовать маленький образовательный семинар только для онкологических сестер, работающих в онкоцентре. Это была совершенно маленькая группа, порядка 15 человек, и в основном были приглашены сестры из отделений химиотерапии и сестры процедурных кабинетов, кто непосредственно работал с химиопрепаратами. И на этом заседании, особенно на второй день, мы поняли, что действительно у наших сестер огромная тяга к знаниям, огромная тяга к намученному прогрессу. Потому что базовое образование, которое дает нам медицинское училище, никак не влияет на знания именно в онкологии. И вот у истоков этого движения стояла наша заведующая Вера Андреевна Горбунова, Надежда Федоровна, до сих пор руководит, я так понимаю, этим движением. Я занималась, моя коллега Кириллова Надежда, вот не знаю, есть она в зале или нет, что-то не вижу. Старшая медсестра отделения таракальной хирургии Поспелова Любовь Анатолина, медсестра Ефимова Лариса Борисовна, которая из Обнинска, она дальше подключилась к нашему движению, но очень интересные доклады представляла. Медсестра из отделения детской онкологии Жиганшина Раиса, вот, к сожалению, не помню имени. И далее к нам подключилась старшая медсестра из отделения реанимации, это Гидро Наталья Николаевна. И вот этот первый диплом первого образовательного семинара, посмотрите, он выдан 4 декабря 1997 года, как я говорила, это вот был первый, первый, первый наш шаг. И цель, естественно, этого семинара была, это прежде всего повышение образовального уровня. Нам следовало выявить, какими методами мы будем работать. То есть мы старались начинать организовывать семинары, конференции и выставки для медицинских сестер. Естественно, своими силами мы не могли это преодолеть. И мы приглашали ведущих специалистов в области онкологии сначала из онкоцентра, далее со всей страны. И далее, конечно, мы развернулись уже более широко и стали работать с коллегами из России и также с зарубежными коллегами. И в 1998 году, как сказал Сергей Алексеевич, нас приняли, так сказать, великую армию онкологического конгресса, тогда это была онкологическая конференция. Мы организовали сестринскую секцию и пригласили сестер из некоторых регионов страны. Вот посмотрите на карту, только 4 или 5 регионов присутствовали на первой конференции. Первая конференция состоялась под эгидой президента Ассоциации онкологических сестер Европы. Это была Нора Керни, вот она в середине, в центре, так сказать, фотографии. Она приехала по нашему приглашению, она любезно согласилась и приехала к нам рассказать нам, с чего нам начинать, в какую сторону идти и как нам дальше работать. И вот ее доклад был посвящен в основном, на этой сессии было всего лишь 2 или 3 доклада. Она была очень маленькая, но основной доклад был, вот доклад президента ЕОНС, это Европейская группа Ассоциации онкологических сестер. И этот доклад в основном был посвящен, как нам сдвинуться с места, в какую сторону нам идти, какими материалами пользоваться. На что мы очень тесно дальше с ней сотрудничали и в личные переписки, и мы встречались с ней на конгрессах, и она нам очень-очень помогала с материалами для наших конференций и для наших съездов. И мы сразу стали получать, в подарок от нее мы получили большой учебник онкологических сестер, который в России, в Европе. К сожалению, я не могла его отсканировать, потому что это очень большая и тяжелая книга. Но этот учебник был нам как руководство к нашему действию, потому что проглядев этот учебник, мы поняли, что нам надо начинать все сначала, потому что учебник начинается с патоморфологии онкологических заболеваний, с диагностики онкологических заболеваний, различных методов лечения. То есть мы поняли, что нам надо начинать с самого начала, потому что у нас этого совершенно нет. Также она организовала нам подписку на несколько международных изданий, которые существуют в Европе для медицинских сестер. Это вот журналы, которые нам присылали, которые мы были подписчиками этих журналов. Отсюда мы черпали, так сказать, какие-то темы для наших работ, для наших конференций, для наших дискуссий. И чтобы, ну, наверное, слабо видно, но чтобы как-то еще понять, что именно нам необходимо, мы разработали вот такую анкету для медицинских сестер онкологических учреждений. Эту анкету заполнили люди, работающие в основном в онкоцентре, но совершенно разных отделений и совершенно разных, с разным опытом работы. И мы выявили в этой анкете действительно, какие наиболее интересные темы на данный момент. И чего боятся наши сестры, чего хотят обсудить, что не хватает. И, в общем-то, наше анкетирование, оно совпало приблизительно вот с данными того учебника, который нам предложили, потому что в основном сестры начинали говорить о том, что слабо знают диагностику, слабо знают методы лечения, слабо знают, какая поддерживающая терапия используется. И вообще очень слабо в онкологии. Особенно молодые сестры, которые только-только пришли работать. И вот эта анкета нам помогла, так сказать, разработать дальше наши программы на наши семинары. В 2003 году, когда я уже заканчивала работать в онкоцентре, на конференцию приехало огромное количество людей из разных регионов страны. Посмотрите, пожалуйста, уже больше половины регионов страны было охвачено. Потому что наше движение приняло такой размах, который мы сами не ожидали. Это было настолько интересно, настолько ново, что люди тянулись с большим энтузиазмом, сами предлагали различные темы докладов из разных регионов. У нас были доклады из Санкт-Петербурга, Москвы, различных учреждений, Самары, Обнинска, Волгограда, по-моему, даже из Якутии были доклады. То есть достаточно много. И один раз на такой конференции, это не 2003 год, а, наверное, немножко раньше, мы пригласили своих коллег из Белоруссии. Белоруссия приехала к нам с великим удовольствием и тоже поделилась своим опытом. В Белоруссии был открыт огромный новый центр на то время. Этот центр после Чернобыля открыт австрийцами, совершенно новой, совершенно новой базой, совершенно новым подходом. И весь персонал этого центра проходил, и в том числе медицинские сестры, проходили образование где-то в Австрии. И приехав сюда, я там была один раз и поняла, что нам это будет интересно, и пригласила их на конференцию. Они с удовольствием приехали и поделились с нами своим опытом, показали, как у них действует, как у них работает система центральной аптеки, что у нас тогда не было совершенно. Никому не знакомо, не знаю, сейчас это работает или нет. Нет, пока не работает. Ну вот на тот период у них эта система уже работала. Прошу прощения, одну секунду. Также мы сотрудничали с международными изданиями, как я сказала, вот это президент Нора Керни, она была, ассоциация медицинских сестер онкологических в Европе имеет свой журнал. И мы были подписчиками этого журнала. Этот журнал в основном это вестник, вестник онкологических процессов, сестеринских онкологических ассоциаций. И мы участвовали даже в публикации в одном из журналах, это было в 1999 году, мы писали такую публикацию, взгляд из России на проблему пациентов с опухолями головы и шеи. То есть достаточно такая бурная, она активная жизнь у нас была. Наши сестры, что очень хочу отметить, вот не знаю сейчас это существует или нет, наверное кто-то узнает знакомые лица на фотографии, также принимали участие в международных онкологических конгрессах именно для медицинских сестер. И вот один из таких конгрессов проходил в Израиле в 1998 или 1999 году, не помню уже. И это вот коллектив наших сестер из онкоцентра, которые участвовали в этой конференции. То есть конференция именно только для медицинских сестер из стран Европы. И там действительно представлены только сестринские проблемы, обсуждение только сестринских тем. И эта конференция очень популярна среди сестер Европы, очень популярна. Надеюсь, что она работает до сих пор, но к сожалению, вот я не знаю, работает эта конференция или нет. Дальше у нас был такой небольшой опыт, когда мы решили с Надеждой Федоровной, Надежда Федоровна у нас была мозг всегда, наших программ, наших разработок, и мы решили сделать какое-то небольшое свое исследование. Это исследование было на базе нашего учреждения, и называлось оно изучение флебитов у пациентов, получающих химиотерапию. Значит, метод этого исследования прежде всего был осмотр вен пациента до введения, после введения, после каждого введения, на следующий день после введения и всего прочего. И медицинская сестра, которая занималась этим исследованием, в основном это были сестры процедурных кабинетов, где они смотрели, все это регистрировали, и далее мы сделали какие-то выводы. Вот это медицинская сестра, которая предварительно осматривает, и вот пациент с флебитом, у которого зафиксирован флебит. И были сделаны выводы такие, что все эти изменения, все эти флебиты, экстравазации, тромбозы, напрямую зависят прежде всего от использованных материалов, то есть каким инструментарием пользуется медицинская сестра. Иглами, бабочками, катетерами на тот период и прочее. От каких схем лечения? Прежде всего это антракциклины, потом во второй очереди это производные платины и третий токсаны. Но это очень дискутабельная тема, потому что это очень-очень маленькое наблюдательное исследование было, но это был первый такой, первый шаг. И также были разработаны меры профилактики по борьбе с флебитами. Это было достаточно интересно, исследование длилось порядка, наверное, 3-4 месяцев, может быть, даже больше. Наши сестры были очень активно задействованы, и всем это, когда я сделала доклад на эту тему, тема была очень дискутабельная как раз на одной из конференций в рамках Конгресса. Большой наш шаг также был сделан, когда мы в 2000 году и в 2002 году организовали огромную школу, образовательную школу для сестер в рамках национального, хочу подчеркнуть, национального Конгресса Человек и Лекарства. Это было через два года. Первый год, это был в 2000 году, мы взяли за основу как раз именно вот эти вот первые темы, которые необходимы для сестер, это диагностика и методы лечения онкологических заболеваний. И вторая тема через два года на Конгрессе была, это палеотивное и поддерживающее лечение онкологических пациентов. Хочу сказать, что нас успешно поддержал президент Конгресса Академик Чучалин. Наша школа, вот на фотографии слева, он, который приветственное слово говорит в рамках Конгресса и говорит то, что это действительно совершенно новый ветер, так сказать, и новые изменения в рамках Конгресса, что-то потерялось. И действительно это надо делать, и мы были пионерами этого дела. Тогда еще на тот момент не было ни одной школы для медицинских сестер. Я вижу, Надя Кириллова появилась, Аля, добрый день. И мы в кулуарах Конгресса, особенно первого Конгресса, мы увидели много элесных замечаний, много замечаний, которые были, так сказать, не очень хорошие, говорили, что мы выскочки, что мы, в общем, у нас очень завышена самооценка. И прочие, что этого не следует делать, сестра должна работать и не думать ни о чем. Ей абсолютно это не надо, это на первом Конгрессе. На втором Конгрессе в 2000 году, вот, к сожалению, что-то там случилось, уже школа была с очень массовым посещением. Нас посетило порядка 150 человек из разных регионов страны. И у нас в зале не было свободного места, просто некуда было упасть яблоку. Была настолько интересная программа, что нас посещали не только сестры, нас посещали ведущие специалисты онкологии. Особенно очень часто нас посещали главные врачи, врачи-диспансеров, которые хотели посмотреть действительно, чем мы занимаемся, надо ли нам это, о чем мы говорим. И, в общем, эта школа была настолько широко популярна, что все стремились, после школы заполняли такую анкету, которые, ну, были определенные отзывы. И, насколько я помню, у нас не было ни одного отзыва о том, что это не надо. Все говорили о том, что да, это действительно надо, что да, это действительно интересно. И вот, насколько я помню, к нам с Надей Кирилловой подошли сестры, по-моему, то ли из кардиоцентра, то ли из какого-то другого учреждения, не помню. Спросили, а почему вы для нас не делаете такую школу? Мы хотим тоже такую школу. Извините, но мы работаем в онкологии, мы к кардиологии никакого отношения не имеем. И если вам это интересно, мы вам поможем, покажем, как это организовать, но не более того, и мы не можем делать свои доклады и говорить о чем-то, о чем мы не знаем. Вот это было, так сказать, такое движение было достаточно интересно и достаточно так популярно среди нас. Все наши доклады после конференций, после всех школ обычно публиковались в медицинских журналах. Прежде всего, это вот были журналы «Медицинская сестра» назад. Значит, он как назад? Вот так? Ну ладно, уже все. В медицинских журналах «Медицинская сестра», «Главная медицинская сестра», «Сестринское дело» и, в общем, так много всяких публикаций у нас было. Еще одно из таких популярных направлений тоже было о том, что мы стали делать свои стендовые доклады на международных конгрессах для европейских онкологов. Это было тоже вот совершенно новый, совершенно неизведанный шаг для нас. И первый такой, я не помню в каком году, может быть в 2000 году, состоялся стендовый доклад. Естественно, у нас были огромные проблемы с языком, но нам помогали наши онкологи, наши молодые специалисты, которые пришли на тот момент работать и уже хорошо знали английский язык, чтобы как-то приготовить этот доклад. И вот у нас был один из таких докладов, вот это, я не помню где уже, по-моему, в Лиссабоне, да? В Лиссабоне. Стендовый доклад. Тема доклада была достаточно тоже интересна. И вот нас посещали и наши, как вы видите на фотографии, это наши врачи из России, которые приходили посмотреть, что же мы там сотворили, что же мы там сделали. Ну, докладов в сестринской группе представлено очень много. И есть такой перерыв между заседаниями, когда идет постерная сессия, и на этой постерной сессии можно ходить и смотреть все доклады из любой страны. То есть они достаточно интересны, и можно, конечно, дискутировать, обсуждать какие-то проблемы, которые в разных странах. Это очень интересный раздел, очень интересное направление для сестер. Как я уже сказала, вот в тех онкологических конгрессах европейских параллельно, так же, как в этом конгрессе, параллельно с сессией для врачей и специалистов высокого уровня всегда работает сессия медицинских сестер. Вот не знаю, на сегодняшний момент это как-то действует? Действует. То есть вот это тоже, наверное, было бы интересно. И вот один из таких докладов, один из последних докладов, одна из последних такой сессии, я была приглашена в состав организационного комитета, где разрабатывались темы, которые будут популярны, которые будут обсуждаемы, наследованы на докладе. Ну и вот Надежда Федоровна была тоже, так сказать, мозгом очередной на раз, какую тему мы можем предложить. И мы предложили тему, это психологическая поддержка онкологических пациентов. И вот мной был представлен постерный доклад, и тема доклада назывался «Пациент, активный участник лечебного процесса». Тема настолько популярна оказалась, что вот до сих пор, если набрать в интернете вот эту фразу, вы найдете огромное количество ссылок на огромное количество публикаций, на огромное количество диссертаций, которые сегодня сделаны. Я была настолько удивлена, когда готовила доклад, просто набрав эту тему, я посмотрела, боже мой, в каких только регионах, в том числе и в Украине, используют вот этот доклад, вот эти материалы. То есть это было очень-очень популярное движение на тот момент. Ну, в общем, мы жили весело, мы жили интересно, у нас было много нового, мы шагали, мы делали первые шаги. Я очень рада, что это движение продолжает жить, думаю, что оно будет жить дальше. Ну, вот в последнем моем слове могу сказать спасибо вам большое, что вы действительно, вот особенно Надежда Федоровна, Наталья Гидро, новым председателем сестринской сессии, рада познакомиться с вами, что действительно это очень большой вклад, это очень большое дело, это очень, каждый год это очень интересные события. И сказав на своем сегодняшнем месте работы, что я участвую в этом конгрессе, все были настолько удивлены, сказали, а почему мы нет? Я сказал, ну извините, надо смотреть, надо смотреть расписание, надо регистрироваться, и как бы это будет полезно и интересно всем. Вот, спасибо вам большое, вот все вместе, мы до сих пор все вместе, и в этом наша сила. Буду очень признательна, если вы меня пригласите еще раз, спасибо. С удовольствием. Спасибо. 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 Продолжение следует...